Как он родился у нас? Вот она уже слышит потихонечку, просыпается. Прям маленький, зелёненький. Зелёненький. Зелёной водой, да? Зелёненький. А ты кто у нас? Мальчик или девочка? Девочка. Хорошая девочка. Да, хорошая девочка. Вот ради таких счастливых моментов, ради первого крика только что появившегося на свет младенца, Ольга Лебедева и стала акушером-гинекологом. Да и выбора у неё, в общем-то, не было. Мама всю жизнь проработала акушером, поэтому с самого детства Ольга Николаевна считала эту профессию лучшей на свете и считает до сих пор. Свой путь в медицине она начала с работы в женской консультации, а затем был городской родильный дом отделений патологии. Через три месяца меня перевели в родильный зал. Там началась кипучая жизнь рабочая. Вот это, наверное, самое такое интересное и любимое моё дело в течение моей врачебной деятельности. И, в общем-то, я так и осталась в душе-то своей именно лечебника. Именно в родильном зале она почувствовала себя настоящим доктором. Поначалу было страшно. Каждой роды для врача – это стресс. Не всегда они проходят идеально. Бывают и экстренные ситуации. Сегодня она не может вспомнить первого принятого ребёнка. Зато первое дежурство никогда не забудет. Честно говоря, когда я ходила дежурить из женской консультации, это был такой лёгкий мандраж, потому что я очень боялась, что я что-нибудь не знаю, что-нибудь не смогу сделать. Поэтому в моём кармане всегда была записная книжка. Когда я сидела на приёме, у записной книжки были рецепты. Когда я пришла в роддом, у меня в записной книжке была написана экстренная ситуация. Что я должна сделать? Один, два, три, четыре при кровотечении, при многоплодной беременности. А потом Ольга Николаевна зашагала по карьерной лестнице. В 90-м её попросили возглавить родильное отделение. Не хотела, боялась не справиться. Но тогда было не принято отказываться. Шутит. Партия сказала – надо, комсомол ответил – есть. А уже через шесть лет из городского роддома перешла в перинатальный центр в качестве заместителя главврача. Это не только роды, а это вообще беременные все республики, тяжёлые беременные. Нужно было решать вопрос, когда роду разрешить, надо роду разрешать. Выдержит эта женщина продолжение беременности или нужно завершать эту беременность. Это было очень сложно для меня. Это было очень интересно, потому что это новое знание. Мне приходилось очень много читать. И это была перестройка организации всей службы родовспоможения. И вот уже 12-й год. Ольга Николаевна у руля перинатального центра. Каждый её рабочий день начинается с пятиминутки с дежурными врачами. Потом она бежит в свой кабинет, где её ждёт кипа бумаг. Но между хозяйственными делами ей всё же выпадают счастливые моменты, когда она, заменяя подчинённого во время отпуска, может оторваться от документов и снова зайти в родильный зал, чтобы помочь появиться на свет ещё одному маленькому человеку. Елена Кононова, Павел Фетисов, телеканал «Юрган». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова